81 год назад на нашу страну обрушилась война, которая унесла миллионы жизней. 600 тысяч жителей Кубани ушли на фронт защищать родину. Многие из них не вернулись домой. И сейчас, когда после Великой Победы сменилось несколько поколений, мы по-прежнему помним эту дату, 22 июня, самое начало войны. Без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. 22 июня в парке 40-летия Победы в 4 часа утра началась траурная церемония, приуроченная к Дню памяти и скорби. В ней приняли участие учащиеся студенты, ветераны вооруженных сил и боевых действий, представители властей и общественности казаки. В День памяти и скорби славянцы присоединились к акциям, проходящим по всей Кубани. Россия помнит свою историю, помним ее и мы, помним те сложные годы, которые выпали, и мы победили. И то событие, которое происходит сегодня, оно доказывает, что каждый из нас взял в руки свечу, помнит о наших героях и о тех событиях, которые пережила наша Родина. 81 год назад мирная тишина теплого июньского утра взорвалась орудийными залпами и пулеметными очередями и понадобилось невероятное напряжение сил всего народа на фронте и в тылу, чтобы победить сильного и жестокого врага. Тысячи и тысячи фашистских оккупантов напали на нашу Родину. Первыми в бой вступили пограничники. Они отважно отбивали атаки. 27 миллионов мальчишек, девчонок, матерей, отцов, дедов полегли на полях сражений. Молодежь и славянцы старшего возраста помнят всех, кто отдал жизнь за свою страну, кто погиб в блокаду, в оккупации, в концлагерях, кто не выдержал тягот и лишений. И когда мы в этот день зажигаем свечи памяти, мы отдаем дань уважения всем, кто прошел через годы военного лихолетия. Помним и о том, что тогда, в далекий июньский день, именно пограничники первые приняли на себя удар врага. Более 5 миллионов, огромная армия фашистов от Баренцева до Черного моря пошла на нашу Родину. И 660 пограничных застав встретили эту огромную оралу. Фашисты думали за 60 минут пройти государственную границу, а в течение 6-8 месяцев закончить войну. Но после того, как они встретили ожесточенный бой пограничников, они поняли, что перед ними стоит самая настоящая армия. И вот живые цветы возлагаются к вечному огню, который беспрерывно горит в парке 40-летия Победы. А завершилась утренняя церемония поклонения подвигу шествием к набережной протоки, к месту, где произошло возложение венка в виде звезды на воду реки в память о погибших воинах-освободителях. Низкий поклон всем, кто дал нам право жить свободно на своей земле, кто ковал победу в тылу, восстанавливал разрушенную Кубань. Мы помним, мы гордимся. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова